Ярославские тхэквондисты привезли домой россыпь наград – 65 медалей. В Москве прошли первенство Центрального федерального округа по этому виду спорта и фестиваль цветных поясов. Всего на состязание заявились атлеты из 16 регионов. Как удалось победить, знает Владислав Старожук. Он встретился со спортсменами и наставниками. 16-летний Арман Архипов на мешке отрабатывает связки. Упорные тренировки помогли ярославскому тхэквондисту занять на первенстве ЦФО два первых места в личных и два в командных дисциплинах. У Армана уже есть опыт участия на чемпионатах России и Европы, но и к этим соревнованиям готовился серьезно. Тренировки давали разные тактики, как заходить, как на встречу встречать соперников. Люди взрослеют, больше думать надо, как бы не пройдет то, что проходило раньше. 560 участников первенства выступали в пяти спортивных дисциплинах, таких как спарринг, командные поединки, хьонги, поинт-стоп и командный поинт-стоп. В каждом свои нюансы. В честь Ярославской области поехали оставить 56 тхэквондистов от 10 до 17 лет. Соперники оказались не из простых. Не ожидаешь, какие удары они могут дать. И не знаешь их тактики. И как подстраивался? Ну, первые 20-30 секунд пытался подстроиться под них, а потом уже работал с ними на реакцию. По итогу столичных состязаний наши спортсмены привезли 36 золотых, 29 серебряных и 2 бронзовые награды. При этом в общекомандном зачете спортсмены Ярославской области заняли второе место. На соревнованиях три тренера нашей федерации выставляли своих учеников. То есть была достаточно серьезная подготовка именно к Центральному федеральному округу, чтобы и плавно подойти к первенству России, чтобы не было травм у спортсменов на Центральном федеральном округе. То есть выстраивалась такая работа, чтобы от одного к другому турниру. Только вернулись сразу новые тренировки. Отдыхать некогда. Впереди чемпионат и первенство страны. Соревнования пройдут 21 апреля в Казани. Владислав Старожук, Денис Кауров. Главные телевизионные новости.